Мои коллеги много рассказывали о том, что такое стандарты доступности и как важно их соблюдать и как можно построить процесс вокруг стандарта. Я на самом деле честно подглядела во многие презентации, простите меня, свою я делала в последнюю ночь. Я плохой менеджер. И я считаю, что помимо стандартов инклюзию можно рассматривать как процесс. Объясню почему. Сейчас только разберусь с кликером. Если что, я периодически делюсь с материалами, которые я рассказываю, потому что инклюзия для меня тема очень личная и для меня она во многом про тот опыт, который я хочу нести в мир. А занимаюсь я тем, что я руковожу департаментом дизайна таких сервисов, как Mail.ru, вот та самая почта, которая старалась, делала инклюзивное свое приложение. Если вам будет интересно, можно посмотреть на не совсем те QR-коды, которые были у ребят, но на всякий случай. Тем не менее, инклюзия для меня — это во многом не про одно изменение, не про два изменения, даже не про три изменения, уж тем более не про неделю работы. Инклюзия — это надолго. Инклюзия с вами не на один год. И будем честными, инклюзия — это не всегда то, что встречается в компании с радостью, принятием и желанием отдать свои бюджеты, особенно на разработку, на то, чтобы сделать продукт инклюзивней. И я в своей лекции буду рассказывать о том, как прожить процесс этих изменений и фокусироваться на том, как сделать его максимально гибким. Потому что ни один стандарт не может быть, не станет работой, пока он не превратится в процесс. Ну, потому что любой стандарт, любое правило, оно в вакууме не существует. Всегда вокруг него есть люди, которые его понимают или не понимают, люди, которые его применяют или не применяют. И вот то, насколько много этих людей, и то, насколько это понятный процесс, во многом именно от этого зависит то, какой будет результат у вашей работы. И этот результат вы увидите не через неделю, не через месяц. Иногда нужно ждать год. Вот я здесь четыре года. За эти четыре года, знаете, я сделала не так много, как хотела бы сделать. И с одной стороны это могло бы меня демотивировать, но с другой стороны, ребят, ну, извините, не все мы можем контролировать, и нужно уметь это принимать. Инклюзия как процесс, конечно же, состоит не только из самого внедрения каких-то чек-листов или чего-либо связанного с тем, как мы проверяем компоненты наших интерфейсов, наших продуктов или наших пользовательских или потребительских путей, а еще и во многом состоит из того, что происходит на уровне культуры компаний, состоит из того, что происходит на уровне людей, которые работают в компании, в том числе кадровых политик различных, потому что все эти качества и все эти компоненты, они важны целостно. Они важны не по отдельности, где вы, допустим, внедрили какой-то стандарт, и вот с этим стандартом вы живете. Если об этом стандарте никто не узнает, к сожалению, инклюзия не получится. Если этим стандартом не начнут пользоваться, к сожалению, инклюзией тоже не получится. Поэтому здесь очень важно понимать, как это будет работать в комплексе. И то, что я буду рассказывать о процессах и о том, как прожить процесс, не значит то, что все остальные составляющие этого пути не так важны. Как я уже сказала, в любой инклюзивной практике это не про одно-два действия, три действия, ну вы типа сделали и пошли, и вы молодцы. Это не про формальные выполнения KPI. Это про то, чтобы добежать ваш марафон. И более того, после того, как вы добежали один марафон, начать бежать еще один марафон в самом конце. Поэтому здесь очень важно не просто относиться к этому как к какому-то быстрому результату, а как к чему-то, что будет с вами на протяжении довольно долгого времени. Естественно, потребительский опыт состоит из большого количества разных составляющих. Эти составляющие должны быть доступны. Да, это правда. Весь потребительский опыт должен быть доступен. Но есть одна небольшая проблема. К сожалению, в сутках 24 часа. И даже если вы не занимаетесь, даже если вы занимаетесь доступностью по своей работе, то есть вы менеджер по доступности, у вас есть проект, связанный с инклюзией, все равно эти 24 часа на вас также действуют, как на всех остальных. Какое-то время вы спите, какое-то время вы хотите посвятить семье или своим друзьям, или хобби, и без этого времени никак нельзя. Это то, что позволяет бежать в марафон, а не спринт. И поэтому я считаю, что отлично работает правило, где вы делаете доступным то, до чего вы в состоянии дотянуться. Если вы не можете дотянуться до клиентского сервиса на уровне службы поддержки или других частей потребительского пути, да, хорошо, в данный момент это так. Вы сможете сделать это, возможно, потом. Если вы не можете дотянуться до всех составляющих интерфейсов по всей вашей компании, нет ни в вас проблемы. Просто вы пока этим еще не успели заняться, или вы пока не успели убедить людей, которые работают в этой команде, что им бы надо как-то обратить на это свое внимание, потому что это важно. Это приводит нас к тому, что на самом деле эту ошибку совершают многие люди, которые работали благотворительностью. В принципе, мы, так как мы социально ответственные, мы считаем, что ну сейчас я пойду и все это вывезу, как бы, ну там одна, один, или нас там трое, и мы вот втроем. Но на самом деле это неправильно. Это неправильно не только с точки зрения подхода к инклюзии как к процессу, а это неправильно с точки зрения того, что да вы не должны делать это одни. Другим людям это должно быть так же важно, как и вам. И если сейчас это не так, то со временем у этого есть шанс поменяться. И поэтому я считаю, что очень важно уметь находить единомышленников. Пускай этот процесс занимает время, пускай не все будут разделять абсолютно идентичные вашим убеждения, но тем не менее другие люди тоже должны понять, как они могут разместить свою инициативу во внедрение доступности, в своей экспертности. Мне кажется, что в любом марафоне и вообще в любых долгих процессах и внедрении любых изменений очень важно приспосабливаться. Потому что действительность, она вообще в целом не обязана соответствовать нашим ожиданиям, она не обязана нам что-то давать, она не обязана быть такой, какой мы вот ее себе представили и теперь вот так. Она такая, какая и есть, обстоятельства меняются, различные условия действительности меняются на всех уровнях, законодательном, геополитическом, абсолютно любых. И все, что мы можем сделать в этой ситуации, это приспосабливаться. Это, в общем-то, то, для чего мы были спроектированы как биологический вид. Поэтому, если вы подходите к внедрению доступности гибко, то ваши шансы на то, что у вас получится, возрастают очень сильно. Что это значит? Это значит то, что попробуйте разные способы, как в вашей компании это можно сделать. Например, в нашей компании есть подход, где мы говорим, вот у тебя есть роль, руководитель продукта, что ты можешь сделать? Вот это. Почитай, послушай, поанализируй, посмотри. Почему с ролями проще? Потому что человеку очень сложно воспринимать абстрактные уговоры, сделать что-то. Ему понятно, когда говорят что-то, что ассоциирует его, ну, с его ролью хотя бы там, эй, ты менеджер, хорошо, я менеджер, да, а что я могу? А, вот это, хорошо. Если просто говорят, ну, иди внедряй доступность, пожалуйста, это важно, то человек очень часто не может, ну, просто примерить это на себя. Хорошо, а что я вот лично я могу сделать, чтобы это получилось, допустим? Я вот разработчик. Хорошо, у разработчиков еще более-менее понятно, там как-то все, да, описано очень много. Мои коллеги рассказывали про стандарты, очень много рассказывали про чек-листы, про приемы, которым можно пользоваться, чтобы контролировать качество. Но, допустим, если я пиарщик, то, ну, я не всегда знаю, что конкретно нужно сделать, а тут подсказки. И это адаптивный подход к внедрению любых изменений, он всегда дает намного больше эффекта, просто потому что людям проще понимать, что они прямо сейчас могут пойти и принести, допустим, свою работу. Даже если это просто посмотреть три лекции. Просто посмотреть три лекции – это уже хороший шаг на пути того, чтобы пойти в следующем квартале и запланировать какую-нибудь задачу или поднять ее приоритет в скоринге, если он есть в команде. Это один из подходов. Что если вы рассмотрите ролевые модели, которые есть в команде продукта, которые могут по-разному влиять на процесс и в том числе на внедрение доступности, и попробуйте поработать с каждой из них. Здесь очень важный момент именно в работе с таким подходом, что когда вы рассматриваете ролевые модели, поймите правильно, не все в компании, в команде должны разделять ваши идеи. Если у вас не получилось зайти в руководителя продукта, зайдите в дизайнера. Если у вас не получилось зайти в разработку, зайдите в пиарщиков, найдите человека, которому это ближе, и через него попробуйте что-то сделать. Это такой довольно прагматичный, достаточно гибкий подход к тому, чтобы получилось хотя бы что-то. Со временем эти люди образуют вокруг себя сообщество, которым тоже важно, и в конечном счете все эти роли окажутся охваченными за какой-то промежуток времени. Ну, еще один подход, помимо ролей, подразумевает то, что у любого продукта, у любой компании, у любого бизнеса существует процесс. Ну, любой процесс. Процесс найма, процесс работы над продуктом, процесс работы над дизайном, все вокруг нас это по сути процесс. И ни одно правило не станет, не будет соблюдаемо, если оно не будет находить место в этом процессе. Знаете, это когда мы пытаемся внедрить какую-то привычку в свою жизнь. Привычка требует времени и практики, чтобы она сформировалась. Если мы хотим что-то поменять в своей жизни, мы должны тратить на это время, мы должны найти это время, допустим, в каждом дне. Мы хотим заниматься спортом, мы должны понимать, у нас есть два часа времени, когда мы тренируемся. У нас есть, ладно, четыре часа в неделю, когда мы тренируемся, только тогда у нас получится какой-то результат. У продукта тоже есть процесс. Я расскажу на примере наших процессов, потому что у каждой компании процессы абсолютно разные, они специфичные. И здесь важный момент – это то, что вы должны найти в своей компании те точки, в которых вам будет удобнее встраиваться в эти процессы, с тем, чтобы соблюдать стандарты доступности. Наши продуктовые процессы похожи на Double Diamond. Double Diamond – это принцип, который описывает любой креативный процесс, в принципе, где мы сначала расширяем представление о задаче или проблеме, а затем сужаемся в какую-то конкретную гипотезу, которую затем проверяем и уже после релизим на людей, которые, конечно же, дают обратную связь. Это цикличный процесс. И здесь мы можем найти в каждом из этапов этого процесса места, где мы можем что-то сделать на уровне внедрения стандартов доступности, не сразу во все этапы процесса. Потому что, представляете себе, продуктовая команда, она запланировалась на весь год, у них там финансовые KPI стоят, вы приходите и говорите так. Ну, короче, ребят, надо все поменять. Здесь, естественно, в хэппи от этого никто не станет, к сожалению или к счастью, потому что у людей, помимо того, что они работают с доступностью, несмотря на то, что конференция именно про нее, есть другие еще задачи, которые, не уважая которые, не понимая которые, вы не сможете помочь им внедрить стандарты доступности. Ну, никак. Потому что в этот момент они будут понимать, что вы не на их волне, вы не на их стороне, вы вообще хотите от них какую-то новую штуку, а от них эту штуку и другие штуки уже все хотят. Особенно, если вы когда-нибудь занимали позицию менеджера, вы понимаете, что у вас каждый конец квартала от вас все все хотят. Еще приходит менеджер по доступности, это вас хочет сверху что-то еще, чтобы вы сделали. Поэтому, если вы можете найти небольшие, но способные поменять хотя бы какую-то часть процесса изменения, делайте их. Что можно сделать на этапе проблематики? Включить в ЦА людей с нетипичными возможностями. Что можно сделать? Сегментировать ЦА. Можно попробовать, конечно же, включить в рекрут таких людей. Но можно попробовать подумать, а что, если это рыночная ниша, которую мы не получаем как доход. Это люди, которые вообще-то покупают вещи. И вообще-то у них есть деньги. Они не сидят все, не умирают от бедности. Они нормальные. Что, если на уровне генерации гипотез мы можем внедрить стандарты доступности в проектирование? Подходим к дизайнеру, говорим, «Привет, эй, слушай, это сейчас модно». Слава богу, что дизайнеры и разработчики, у них это такая достаточно бодрая тема, потому что довольно много людей про нее уже говорили, много людей про нее уже писали, естественно, как бы на слуху. Но тем не менее, что если попробовать отсюда? Что если попробовать с этапа проработки решений? Тут больше всего методологии хранится, потому что самый наиболее описанный этап. Это и гайдлайн, это дизайн системы, это чек-листы. Не обязательно внедрять все это. Внедрите хотя бы что-нибудь. Хотя бы один чек-лист уже хорошо. Хотя бы небольшой X-ревью уже хорошо. Все, что угодно, что вы можете сделать для того, чтобы это работало хотя бы на небольшом отрезке продуктового пути. Стадия релиза. Все забывают про то, что изменения в продукте нужно освещать. Если вы сделали доступным свой продукт, ну расскажите про это кому-нибудь. Это же важно для людей, которые понимают, что, о, наконец-то о нас подумали, ура, блин, эти ребята большая компания. Большие компании должны думать про такую аудиторию, потому что это на самом деле ответственность. И это правильная ответственность. Чем больше аудитория, тем больше этой ответственности должно быть. Расскажите, сделайте проект с людьми, с другими возможностями. Покажите, что они есть. Покажите, как это. Это тоже же здорово, потому что это позволяет подсветить тему, позволяет подсветить позицию компании. В конечном счете позволяет сделать всем хорошо. Это вин-вин-вин. Ну и самое важное, наверное, то, что нам кажется, что мы все на одной волне, потому что мы сейчас собрались на конференцию про доступности. Мы понимаем, что это важно. Не все люди обязаны разделять ваши убеждения. Не все люди обязаны понимать вас с полуслова. Не все люди обязаны думать, да, да, это все так и есть, это все, конечно, хорошо. И примите то, что не все люди должны радоваться тому, что вы предлагаете офигенную инициативу пересмотреть, весь их продуктовый план вообще. Поэтому очень важно здесь понимать людей, потому что доступность – это вообще про людей. Все, что мы делаем, это про людей. И здесь есть, в общем-то, довольно понятный принцип, как люди принимают любые изменения. Представьте, что у вас дома новая кровать. Вам сначала будет, возможно, вы будете рады, но она как бы не такая, как старая, это как-то не очень. И вы будете ощущать какой-то, знаете, ну, этап принятия этих изменений. Представьте, что у вас поменялась существенная часть жизни в вашем продукте, да, и это тоже важно. Не надо подходить к командам, которые находятся в стадии фрустрации, с дополнительным объяснением, почему доступность – это важно. Вот сейчас прямо, да, поговори со мной. Особенно в конце квартала не надо, не делайте этого. Это правда плохо кончается, потому что им правда не до этого. Подождите, пока они примут эти, дайте им прожить то, что, да, стандарты поменялись. Мир меняется, ребята, извините. Надо делать это вот так, это правильно. Мы будем это делать в любом случае. Но они должны иметь возможность это прожить. Они должны иметь возможность с этим смириться. И только после этого подойдите к ним и скажите, смотри, сейчас я тебе расскажу, как. И так, чтобы тебе не было больно. И твоей команде не будет больно, и твоему бизнесу не будет больно. И поэтому как бы здесь очень важный момент, что нужно дать им принять эти изменения. А еще, чтобы ваши договоренности, которые вы достигаете таким трудом, не остались как бы просто чем-то, что вы обсудили и пошли там дальше около кулера кофе пить, держите в актуальном состоянии план. Составьте roadmap. А еще лучше, включите в этот roadmap все экспертизы, которые заинтересованы в том, чтобы что-то с вами делать. Вообще вы не обязаны делать это один. Попробуйте. Люди могут заполнять таблички в Excel или где бы то ни было. Попробуйте поговорить с ними. Они тоже справятся с этим вполне. Свой-то раздел уж точно заполнят. И еще попробуйте сравнивать, сколько вы реально делаете для того, чтобы у вас получалось смендрять какие-то стандарты, и сколько вы планируете. Это поможет вам понять, как быстро вы можете двигаться. Это тоже очень хорошая аналитика, потому что эта аналитика позволяет вам, во-первых, отраспективно оценить свой опыт, а во-вторых, понять, что у вас все-таки получается. Но если вы все-таки запланировали очень много, ожидаете очень много, но не получается, не расстраивайтесь. Это на самом деле тяжело. Внедрять любые изменения тяжело. Это долгий путь. Это несколько лет. Это не получается за пару недель. Правда. Если кто-то не понял, то все окей, если что-то не получается. Знаете, мы на конференциях очень часто рассказываем удачные кейсы и говорим о том, какие мы молодцы, мы сделали вот такую штуку, и такую штуку, и такую штуку. За всем этими достижениями стоит огромный путь из неудач. Из не получилось, из не запланировалось, что-то пошло не так. Где-то я вообще выдохся и понял, что для меня это слишком сейчас. Это нормально. Если мы не научимся себя поддерживать, потому что доступность на самом деле, это же не про то, что очень часто дядя сверху пришел и сказал, ну все, давайте доступные продукты делать. Это очень часто про людей, которые в командах работают. Им нужно выбивать это время, чтобы они работали над доступностью и стандартами. Очень часто так это и происходит. Не все бизнесы осознаны настолько. Важно понимать, зачем вы лично это делаете. Почему это важно? Это важно, потому что никто, кроме вас, не продолжит это делать. Если вы сдулись, если вы не можете оценить свои достижения, вам будет сложно. Поэтому поймите, что вас мотивирует. Что лично для вас это? Почему доступность важна лично вам? Что она вам даст? Возможно, это какие-то ценности ваши, которые вы проявляете. Возможно, травма, с которой вы работаете. Возможно, это самореализация такая у вас. Но помимо того, что есть запрос внутренний, этот запрос должен размещаться в социальной сфере. Как это будет выгодно для продукта, для бизнеса, как это будет выгодно в конечном счете для вашей команды. А еще, чем вы готовы за это платить? Если это ваше рабочее время, договоритесь об этом. Если это ваше личное время, подумайте, готовы ли вы. Если это коллаборация какая-то, это тоже хороший инструмент, помогающий вам в конечном счете пройти путь внедрения доступности. Если это автоматизация какая-то, замечательно. Подумайте о ресурсах. Это правда важно. Потому что любые потребности в компании, они размещаются в зависимости еще помимо того, того, что от ваших личных, от ее состояния, состояния компании. Если в вашей компании очень все плохо с тем, чтобы вообще она существовала экономически, то, ребята, умерьте свой пыл. Вам нужно понимать, что вы можете сделать быстро и дешево. А не приходить и говорить, ну все, давайте. Это очень важно, чтобы вы понимали бизнес, и бизнес понимал вас в ответ. Если вы говорите с ним на одном языке, вам проще договариваться. Ну и, конечно же, есть культура в компании. Эта культура может быть разной. Эта культура не всегда обязана соответствовать вашим ожиданиям от нее. Поэтому старайтесь говорить на одном языке. Если это культура достижений, ты достигнешь большего, внедрив стандарта доступности. Будьте хитрее. Нам же это нужно. Вам это нужно, им это нужно. Найдите точку пересечения. От вас это тоже во многом зависит. Ну и, конечно, любая культура начинается с вас. Если вам что-то нравится, что-то интересное, вы что-то хотите делать, делайте это в своей жизни. И тогда все получится. Большое спасибо. Извините, что вышла за тайминг.